Добрый день! Я очень благодарен за проповеди, которые уже прозвучали на этой конференции, за пение, за время, которое мы проводили вместе. Это не только обличает, бросает нам вызов, но также ободряет мою душу. Мне кажется, что эти проповеди особенно нужны пастырям, особенно нужны тем, кто находится на фронтах, на передовой линии служения. И мне кажется, что это служение особенно необходимо для тех из нас, кто имеет честь и вызов обращаться к вам. И с одной стороны, для меня это большая честь и привилегия, и радость, но с другой стороны, только сумасшедший человек не скажет, что это не вызов. Некоторые мои бывшие студенты подходили и говорили, «О, Абнер, мы молимся о тебе!» Мы бы так боялись, мы бы, наверное, упали в обморок, как поднимаясь по этим ступенькам. Я бы сказал, «О, спасибо, братья, за ободрение!» Поэтому это вызов, но каждая проповедь, которая прозвучала, укрепляет душу, придает храбрости. Поэтому спасибо всем, кто проповедовал. И я знаю, что следующие проповеди будут также прекрасными. Я хотел бы поблагодарить доктора Маккартура, который дал мне эту возможность, но у которого есть прекрасное служение, которое способствовало появлению целых поколений верных проповедников. Поэтому мы благодарны Господу за вас. Благодарны не только за это служение, но также доктору Маккартуру, мы благодарны вам за ясность в изложении Писания. Хорошо, давайте начнем с молитвы. Господи, Ты наш Творец. Ты создал небо и землю Словом Своим. Ты суверенный над всем. Ты полностью велик и могуществен. Твоя радость видна над всем творением. Ты покорил все Иисусу Христу. Ты хочешь, чтобы все прославляло Твоего Сына, которого Ты послал в Своей божественной любви, как центр истории и богословия. Ты, Господи, имеешь план. От начала. Ты начал его, и ничто не может его остановить. Ты наш Творец. Поэтому, Господи, просим в это время, дай нам способность понимать Твое Слово, защищать его. Дай нам сердце, Господь, которое желает прославлять нашего Творца. Дай нам чувства, которые хотят восхвалять Тебя и превозносить Слово Твое, открытое нам. Господи, просим, умоляем, чтобы имя Твое было прославлено во всем этом и сейчас. Просим, Господь, обо всем этом для славы Иисуса Христа. Аминь. Мне поручили тему ясности в Творении. И поэтому я хотел бы сделать оговорку. Я часто это говорю. Это не проповедь, а лекповедь. Вы спросите, что такое лекповедь? Знаете, как есть бранч, и разные другие слова соединяются вместе, поэтому лекповедь — это лекция и проповедь. Лекция, проповедь. Это комбинация. Поэтому никто не может подойти ко мне и сказать, «Эй, почему вся эта информация, так много всего, ты так быстро говоришь, столько причин, столько пунктов, очень много всякого такого». Ну, это лекповедь. Лекция, проповедь. Другие скажут, «Но я хочу больше таких каких-то заумных фраз, больше анализа, тут у тебя много увещания, применения». Это лекповедь. Это лекция и проповедь. Лекповедь лишает меня любой критики. И поэтому я даю вам это оправдание, можете его использовать. Но я хочу, чтобы вы правильно отнеслись к моим словам. Поэтому моя тема — ясность в сотворении. Когда мы начинаем думать об этом, хотел бы напомнить вам историю о том, когда МакАртур встречался с родителями в Мастерс-университете. Он спросил у них, вы знаете, какая доктрина должна быть очень важной для преподавателей учебного заведения? Оправдание, грех, антропология, эсхатология? Конечно же, все эти доктрины, они важны. Но что хранит всех их? Доктрина, которая отвечает за непорочность учебного заведения, — это учение сотворений. Доктрина о сотворении. Есть много причин, поэтому сотворение — это фундамент библейской истории. В самом начале мы читаем с вами о творении. Поэтому то, как мы относимся к творению, будет определять то, как мы будем относиться к другим отрывкам Библии. И также это помогает нам понять библейскую доктрину. Все связано с сотворением. Сотворение также показывает нам наше отношение к Писанию. Разделяем ли мы человеческое мышление и божественное откровение? Насколько высоким является наше представление о Писании, и наше понимание учения сотворений помогает. Также это помогает нам понять нашу герменевтику. Есть ли у нас герменевтика, в которой мы подчиняемся Божьему Слову, контексту, литературному, историческому, мы можем сказать, «Да, так говорит Господь, я больше ничего не говорю, я преклоняю свое колено, я не буду делать никаких отговорок, Слово Божье сказало, я это верю». Поэтому, какая у нас герменевтика? Может быть, в нашей герменевтике мы боремся с текстом, мы пытаемся манипулировать текстом, мы пытаемся сделать так, чтобы текст говорил, что мы хотим, чтобы он говорил. Поэтому учение о сотворении показывает не только наше понимание доктрины, Писания, герменевтики, но также и нашего характера. С одной стороны, мы можем сказать, мы имеем высокий взгляд на Писание или правильную герменевтику, но сотворение испытывает это, особенно в академических кругах. Будешь ли ты держаться этого, несмотря ни на что, даже если это будет стоить тебе дорого? Чему ты верен? Это все показывает, что учение о сотворении — это очень сильная доктрина. И поэтому ясность в отношении этой доктрины — это не вопрос выбора. Как мы увидели с вами, это то, что оберегает целые учебные заведения от падения. И поэтому в свете этого я хочу не только укрепить наше убеждение о сотворении, но также весь этот спор о сотворении перевернуть с ног на голову. Мы знаем, что люди думают и говорят о сотворении. Они говорят так, «Ну, это не совсем ясно. Ну, это не так важно. Поэтому здесь есть столько вопросов. Давай просто, ну, не будем об этом говорить. Иногда это вызывает у нас какие-то разные чувства. Поэтому это то, как люди часто говорят о сотворении. Но я хочу это все перевернуть с ног на голову. Хочу показать суть этой доктрины. Хочу показать, что она ясна. Хочу показать, что стоит на кону, в чем значимость этого учения. Хочу показать вам важность этого учения не просто в том, что она не вызывает вопросы, а наоборот дает ответы. Как в апологетике, так и в христианской жизни. Она отвечает за то, что этот мир сотворен нашим Отцом для Его славы, и поэтому, в конце концов, Он все устроит согласно Своего замысла. Эта доктрина — это не что-то плохое, наоборот, это одно из самых больших благословений для нас. Поэтому то, о чем мы будем говорить с вами, это сущность этой доктрины, что на кону в отношении этой доктрины, и какова значимость этой доктрины. Поэтому пусть мир думает, что мы сошли с ума, но мы знаем и ясно понимаем, что мы правильно обходимся с Божьим Словом. Вот какая цель, и вот что, в конце концов, имеет значение. Поэтому, если мы с вами верно поступаем со словом истины, мы не задаем Писанию вопросы, мы отвечаем из Писания на вопросы так, чтобы это удовлетворяло людей. Итак, давайте поговорим с вами о ясности в отношении сущности, сущности доктрины о сотворении. Учит ли Библия молодой земле или сотворению за шесть дней? Что говорит текст? Как нам разобраться в этом? Логика Клайва Льюиса о лжеце, лунатике или Господе. Помните, он говорил, что или Иисус знал, что он обманывает, или он думал, что он говорит истину, или он на самом деле являлся Господом. Поэтому бытие либо обманывает нас, или является мифом, или разрушает мифы. Либо какие-то части бытия могут быть согласованы с эволюцией, потому что они не исторические, здесь какой-то есть обман, или все это может согласоваться с эволюцией, потому что это просто миф, или ничего в бытие не может согласовано с эволюцией, потому что это то, что на самом деле произошло, и разрушает любые мифы, которые были в прошлом, настоящем и будут в будущем. Поэтому, если мы опровергнем первые два пункта, мы установим с вами третий пункт. Это процесс устранения. Если мы хотим с вами быть абсолютно уверены, хотим быть ясными, поэтому давайте шаг за шагом коснемся. Первый пункт. Неправильная информация или обман. Некоторые говорят, что в первых трех главах бытия есть какие-то многозначные части, такие, которые допускают теорию промежутка, или теория дня эпохи, но на самом деле это совсем не так, здесь нет никакого промежутка. Теория промежутка говорит о том, что в первых стихах первой главы еврейская грамматика допускает какой-то промежуток, но это не так. Мы это видим по двум причинам. Во-первых, вы можете посмотреть на все параллельные грамматические конструкции к бытие 1.1.1.4. Их 134. Если каждую из них вы будете рассматривать, что вы увидите? Там нету никаких промежутков. Если вы скажете, «Да я не хочу 134 изучать!» Может, как-то по-другому? Да, есть по-другому. Возьмите любой учебник грамматики еврейского языка. Это обстоятельственные предаточные предложения, которые связаны с главным предложением. Поэтому нету никаких промежутков. Текст крайне ясен. Здесь нету никаких. И то же самое можно сказать в отношении теории дня эпохи. Помните, утро, вечер, утро, вечер. В некоторых переводах сказано «первый день». В еврейском сказано «один день». Первый «один» — какая разница? «Один» — это числительное. Что можно называть днем? То, что «один день» — это утро и вечер. Текст определяет значение дня. Это очень ясно. Бог не открыл это через Моисея, чтобы много-много-много лет спустя мы использовали какое-то оружие против теории дня эпохи. Моисей сказал это, чтобы показать, что Бог — такой Творец, такой Суверенный. Он не только создает время, Он определяет время. Он над каждым аспектом времени, потому что Он Суверенный над всем Творением. Но, как бы там ни было, Библия ясно говорит, здесь нету многозначности или двусмысленности. «Бытие» — первая глава настолько ясна, что целиком мы можем прочитать этот отрывок, и все понятно. И здесь используется «ваиктол». «Вай» что? «Ваиктол». «Ваиктол» — это еврейская форма глагола, которая используется в повествовательном жанре. И так как «Бытие» 1 и 2 используют эту форму так часто, что мы можем сказать, что это историческое повествование, как, например, «Книга Царств» или части книги «Исход» или дальше в книге «Бытие». Это целиком представлено как история. Это ясно, здесь нету какого-то обмана. Но некоторые люди говорят, «Подождите, секундочку, здесь есть еще один нюанс». Это наличие феноменологической терминологии. «В бытие» используется язык восхода солнца. То это не история. Это не научные объяснения. Это разрешает согласование с эволюцией. Но это совсем не так. Конечно, феноменологический язык — это язык перспективы, это язык наблюдения. Но для того, чтобы это произошло, вы должны что-то увидеть, что что-то происходит во времени, в пространстве, в истории. Да, солнце восходит и садится. Это можно объяснить, как Земля вращается вокруг солнца. Но это происходит во времени. В пространстве это не что-то неисторическое или аллегорическое. Оно основано на истории. Позвольте это проиллюстрировать. И в моем доме никогда так не было, чтобы вы знали. Но представьте себе, что я прихожу домой и нахожу дорогую вазу, которая разбита на полу. Я зову всех своих детей, и я спрашиваю, кто разбил вазу. Они говорят, «О, Ава, с нашей точки зрения, она не была разбита о землю. Она каким-то образом упала и разбилась на все эти кусочки. Мы не можем поверить, что ты используешь такой феноменологический язык. Может быть, ты используешь этот язык, может быть, даже ничего не произошло». Я бы сказал, «Дети? Какой бы язык я ни использовал, что-то произошло, и это значит, что кто-то за это получит. Когда я найду этого человека, вы умрете. Ты... Смертью умрешь». Феноменологический язык не противоречит истории. Он помещает события в контексте... И в контексте первой главы — это сотворение за шесть дней, поэтому здесь никак это не объяснит эволюцию. Поэтому бытие здесь нас не дезинформирует. Кто-то скажет, «Ну, может быть, здесь, а может быть, здесь». Но во всех случаях мы видим обратное. Это одна целостная история. Поэтому первый момент дезинформации не подходит здесь. Кто-то скажет, «Ну, хорошо, а как насчет второго варианта?» Это миф. Может быть, Библия все ясно рассказывает нам, но... Может быть, это все о чем-то неисторическом. Может быть, это какая-то притча, которая рассказывает нам какую-то историю, для того, чтобы проиллюстрировать духовную истину. Да, в Древней Ближневосточной культуре это было, было много мифа. Поэтому вода над твердью, то, что Бог создает человека из праха, то, что Бог гневается на человека, ну, да, похоже на какие-то мифы месопотамские. Неужели Библия — это миф? Ну, хорошо. Давайте зададим себе вопрос. Насколько одинаковы эти сходства? Если бы вы услышали древне-ближневосточный миф, подумали бы вы, «А, ну да, это то же самое, что мы видим в Библии». Это вопрос, на который мы хотим ответить. Давайте сделаем это. В отношении воды и тверди, как миф звучит? Есть богиня, которую зовут Тиамат. Она была разделена на две части. Первая ее часть была над небом, вторая часть — под небом. И это то же самое, по сути, как некоторые говорят, что сказано в Бытие 1. Это вообще не Бытие 1. Ну да, это то, что я хочу сказать. То, когда люди говорят, что есть сходство между Библией и древне-ближневосточными мифами, то сходство — это лишь в их воображении согласно их интерпретации. Поэтому ученые говорят, что Бытие демифологизирует это. Если Бытие демифологизирует, то это не миф. И согласно этой логике мы можем разрешить другие сходства. Да, в древне-ближневосточных мифах говорится о том, что человек создан из праха. Но как это происходит? Боги сражаются друг с другом, одного поражают, он умирает, его кровь падает на землю, появляются люди. Это совершенно отличается от того, что мы находим с вами в Бытие 2 главе. Да, боги гневаются на людей, но как это происходит на древнем Ближнем Востоке? Слишком много людей живут на земле. Да, это эволюционная идеология на древнем Ближнем Востоке. Живет так много людей, они шумят, докучают богам, они сердятся на них, поэтому это совсем не то, что мы находим в 3 главе Бытия. Сходства не так уж и схожи, и существуют огромные различия. Бытие не используют поэтический стиль, стиль древне-ближневосточных мифов, не имеет этих отличительных признаков в месопотамских мифах, и не используют эволюционистские термины. Что часто используется? Слово «эволюция» используется в месопотамских мифах. Например, в египетских мифах используется слово «эволюция», рассказывается о том, как курица появляется из яйца. Так некоторые люди в древности понимали происхождение. И это весьма иронично. Люди говорят «бытие 1 и 2» о сотворении. Это очень примитивно, так же, как эти примитивные древне-ближневосточные мифы. Но эволюция — это самый примитивный древне-ближневосточный миф. Поэтому люди утверждают, что «бытие» — это древне-ближневосточный миф, но это не миф. Не по стилю, не по содержанию, здесь не используется пантеизм, здесь не используется терминология эволюции. Моисей всеми возможными способами показывает снова и снова и снова, что это не миф. Это значит, что это не миф. Это значит, что второй выбор устранен. Все, что у нас осталось, — это последний вариант разрушения мифов. Бытие говорит нам об истории. История, которая разрушает любые мифы прошлого, будущего и настоящего. Логика истории, логика богословия — это логика Писания, потому что Писание показывает нам, что история — это основа для богословия. История дает фундамент для богословия. Подумайте о воскресении. Говорит ли Павел в 1 Коринфянам 15, «Ну, Иисус Христос, если Он не воскрес из мертвых?» Ничего страшного, у нас же есть богословие в воскресении. Нет. Заберите историю, уничтожите богословие. И это не только 1 Коринфянам 15. Петр говорит, причина, по которой мы знаем, что будет будущий суд, оглядываясь назад, мы видим, он сделал это в потопе. Если убрать историю, аргумент Петра разрушен. Господь говорит о том, что в законе есть милость, потому что Давид ел хлебы. Если Давид не ел хлебы, это не так. Евреям 11 глава вспоминает историю из Ветхого Завета, чтобы показать, что такое вера, но если это не так, то этот аргумент нелегитимен. Заберите историю, уничтожите богословие. Логика сотворения — это логика истории, логика истории — это логика богословия, история — это фундамент для богословия. Поэтому бытие с 1 по 3 главы — это история, которая говорит нам богословие сотворения. И это точно так же как это понимали библейские авторы. Кто читает так «Бытие» 1 по 3? Да, в Исход 20 главе, в 5 главе Второзакония там сказано, что Господь создал мир за шесть дней. В 103-м псалме идет речь о днях сотворения. 7-я глава Даниила параллельно первой главе «Бытие» в своей прогрессии. Почему? Потому что Даниил показывает, что конец будет подобен началу. Первое слово первого параллельпоминона — это родословие человека начинается со слова «Адам». В книге параллельпоминона они верили в Адама. Исайи 45, Бог говорит, что Он создал тьму и свет. Матфея 19,4 говорит о том, что Бог говорил с Адамом в саду Иоанна 1,1 в начале было слово. Деяние 17,26 Павел говорит, что из одного человека Бог сделал все народы земли. То же самое временно 5 главе. Во 2 Петра 3 главе сказано о сотворении в евреям. В 1 главе сказано о том, что Бог создал мир и содержит его своим словом. Поэтому, кто читает Бытие так? Моисей, Псалмопевец, Даниил, Параллельпоминон, Павел, Лука, Иоанн, автор послания к евреям Иисус. Я думаю, мы в хорошей компании. Люди думают, что мы сумасшедшие, но мы не сумасшедшие. И мы правильно обходимся с Божьим Словом. Бытие — это не дезинформация, это не миф, это разрушение мифов. Это не то, что в некоторых частях мы можем вставить эволюцию, или везде мы можем вставить эволюцию. Нет. Нигде в Бытие мы не можем вставить эволюцию, потому что Бытие говорит нам, как это произошло, это история. Мы не сумасшедшие в том, как мы обходимся с Божьим Словом. У нас есть вызов быть делателями безукоризненными, верными, преподающими Слово истины, и мы должны это делать, если мы правильно, если мы понимаем Бытие 1.3 как историю, то мы это сделали. Кто-то из вас может сказать, «Ну, хорошо, но какая разница? В чем значимость этого? Неужели это так важно?» Второй момент. Не просто сущность этой доктрины, но теперь давайте поговорим о том, что на кону, что на кону в отношении этой доктрины. Как я сказал, некоторые из вас скажут, «Ну, неужели это так важно? Какая разница? Что на кону?» Братья, все важно. Все в Библии важно. Позвольте мне объяснить вам, что здесь на кону. Христианство на кону. Христианство. Вы скажете, «Да, ну, ты преувеличиваешь». Нет, мы можем доказать это, и я хочу это сделать сейчас. Давайте посмотрим на 10 категорий систематического богословия, резюме христианской доктрины, и я хочу вам показать, что когда вы изменяете бытие один с первой по третью главы, чтобы позволить существовать эволюцией, чтобы сказать, что смерть была до грехопадения, что Бог не создал особым образом человека, было много Адамов и Ев, когда вы говорите это, когда вы последовательно, в этом вы должны полностью придать другое определение всем категориям богословия. Давайте поговорим об этом. Если сотворение это не так, если эволюция это то, что на самом деле произошло, вам нужно изменить богословие Троицы. Это учение Бога, христология, пневматология. Библия дает определение Божеству Бога посредством того, что Он творит. Это в самом начале. Бытие 1.1 Бог, Отец, творит. Бытие 1.2 Дух творит. Они все создают, наполняют, они полностью вовлечены в этот акт. Когда Библия хочет доказать превосходство Иисуса Христа, она говорит о сотворении. Бытие 1.1 В начале было слово Колоссяном 1. Все им было сотворено Христом. Вновь и вновь Библия утверждает, что божественность Бога, все три лица Троицы создали этот мир, и так как они создали этот мир, они руководят этим миром. Но если эволюция это так, то этого не произошло. И если вы будете последовательными, вам придется по-другому истолковать то, кем является Бог. Библия говорит, кем является Бог, объясняя нам Его сотворение. Нам нужно переистолковать Его природу, нужно будет переистолковать Его благость. Он создал благой мир, но если эволюция это так, то смерть происходит до грехопадения. Это значит, что смерть является частью хорошего творения, и это меняет наше представление о благости Божьей. Поэтому, если мы изменим первые три главы Бытия, чтобы совместить их с эволюцией, нам нужно будет изменить учение о Боге, христологию, пневматологию, но на этом не все закончится. Это будет касаться нашей хамартеологии, учения о грехе. Если Адама нет, как грех вошел в мир? Вам нужно будет говорить о том, как грех существует в этом мире, вообще, что собой представляет грех. Если смерть была до грехопадения, смерть — это что-то плохое, правильно, что-то нечестивое, что-то, что являлось следствием греха. Поэтому, так как смерть необходима для эволюции, в эволюционном представлении смерть — это нечто хорошее, поэтому вы назвали что-то плохое хорошим, а хорошее плохим. Поэтому, если вы последовательно считаете, что эволюция соответствует первым трёхм главам бытия, вам нужно перестолковать хамартеологию. Если вы измените определение греха, вы измените определение спасения. От чего вы спасаетесь? От смерти, но это не так уж и плохо. Кроме того, сам механизм сатириологии зависит от творения. Римлянам 5. В Адаме все умрут, во Христе все оживут. Мы только что говорили об этом. Это зависит от сотворения. Кроме этого, такие фразы, как 50-й псалом, «Сотвори во мне чистое сердце», 2 Коринфянам 4, «Бог, Который сказал свету воссиять», 2 Коринфянам 5, «Если кто во Христе?» Новое творение. Все эти тексты говорят о Божьей способности, создавать и творить. И это значит, что если Он создал этот мир, Он может создать новое творение. Но если этого не было вначале, значит, это не будет в будущем. Если Он не сделал это сначала, то почему мы уверены в том, что Он сделает это вновь? Если сотворения нет, нет и спасения. Поэтому если Вы измените первые три главы бытия, Вы должны по-другому смотреть на сатириологию. Но не только сатириологию, также антропологию. Антропологию. Мы верим, что человек отличается от животных, потому что он венец Божьего сотворения и создан по образу Божьему. Но если эволюция истинна, значит, это не так. Поэтому мы должны по-другому объяснить существование человека, объяснить сексуальность человека. Почему мы верим в существование мужского и женского пола? Потому что Бог создал человека так. Но если это не так, значит, это не соответствует действительности. Единство человеческой расы, то, что мы все водами, это тоже нужно перестолковать. Но это единство настолько важно, настолько важный механизм спасения. Мы обсуждали это на прошлой сессии, но если эволюция — это так, значит, и это неправильно. Поэтому если изменить что-нибудь, в первых трех главах бытия нам нужно переистолковать антропологию, если мы переистолкуем учение о человеке, нам нужно будет изменить нашу эклесиологию. Мы верим в то, что евреи, язычники в одном теле составляют одного человека. В Ефесянам второй главе сказано, что Бог создал нас в Нем во Христе как одного нового человека. Ефесянам 2 напоминает нам о том, что так как мы во Христе в последнем Адаме, мы новое человечество в Нем. И поэтому Церковь имеет благородное призвание, показывает эффективность Евангелия, Евангелие преодолевает грех, преодолевает разделение, которое существует между людьми, подчеркивает, что Иисус — это окончательный Адам, Господь над всем творением. Это славно, это чудно, это прекрасно, но оно полностью бессмысленно, если эволюция — это истина. Потому что так не было. Поэтому зачем мы, ну, как мы можем это объяснить? Никак. Поэтому, если мы изменим первые три главы бытия, мы должны изменить нашу экклесиологию. Но не только экклесиологию, должны изменить также нашу эсхатологию. Должны изменить нашу эсхатологию. Бог создает этот мир и обещает новое творение, новое небо, новую землю. Зачем говорить о новом творении, если даже не было первого творения? Какой смысл приобретения рая, если рай никогда не был потерян? Как это может нас утешить? Если вы измените начало, вы измените конец. Если вы измените конец, вы измените нашу эсхатологию, измените нашу надежду. Все эти изменения уже происходят, потому что мы изменяем Библию, мы изменяем разные части Писания, и все происходит от оригинального изменения, первоначального изменения первых трех глав, мы позволяем человеческому разуму господствовать над Писанием, мы не верим в непогрешимость, авторитет, достаточность Писания. Мы изменили все и изменили свою Библиологию. Ну, что мы увидели? Если вы измените творение, вы измените учение Бога, пневматологию, христологию, хамартирологию, сатириологию, антропологию, экклесиологию, схатологию и библиологию. Если вы считаете, это 9 из 10. Вы скажете, «О, подожди, значит, одна все-таки осталась! Супер! Что же избежала ангелология?» И вы скажете, «Ну, конечно же, это так, но на самом деле нет». Если вы прочитаете 38 главу Иова, что говорит сам Господь? Говорит Бог, что все сыны Божьи восклицали от радости, когда Он положил краеугольный камень земли. Если вы измените первые три главы Бытия, вам нужно также будет изменить ангелологию. Итак, когда вы изменяете сотворение, когда вы даете ему другое значение, если вы последовательными будете, вам придется изменить все 10 категорий систематического богословия. Вам нужно будет переистолковать все то, что резюмирует христианское богословие и учение, то, что делает христианство христианством с богословской точки зрения. Поэтому, что на кону? Что на кону? Христианство на кону. Это не преувеличение, это не драматизация, это факт. Мы только что доказали это. И вот почему эта доктрина настолько важна. И, согласно этой логике, любая доктрина важна. мы должны быть смиренными, мы должны быть терпеливыми, когда мы возрастаем в познании всей воли Божьей, когда мы наблюдаем за тем, как другие люди возрастают. Позвольте повторить. Мы должны быть смиренными и терпеливыми с собой, когда мы понимаем Писание, и терпеливыми, и смиренными с другими, когда другие вместе с нами возрастают в понимании истины. но в то же самое время, сказав это, мы должны возрастать в познании всей воли Божьей. Нельзя просто сказать, нет, 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 это неважная доктрина, мне все равно, какая разница от этого? Я думаю, ничего страшного, как бы там ни было. Нет, так нельзя. Любая доктрина, она имеет важность, они все связаны друг с другом. Они вместе стоят и вместе падают. Поэтому мы должны знать все вместе. Вот почему эти доктрины в этой книге с самого начала. Потому что они имеют важность. Поэтому что на кону? Что на кону? Когда вы идете на компромисс сначала, все остальное вы ставите на карту. Братья, вы не можете позволить себе прогнуться по этому вопросу. Слишком высоки ставки. Будьте храбрыми, будьте храбрыми. Изучайте истину, любите ее и защищайте. Когда мы будем это делать, это подводит нас к последнему моменту и последнему пункту. Мы поговорили о сущности этой доктрины. Мы поговорили о значимости этой доктрины. Мы поговорили о том, что на кону, и теперь поговорим о значимости этой доктрины. Мы хотим говорить об этом не только негативно, но и позитивно. Что мы теряем, это что на кону, и что мы получаем, значимость. Мы сказали с вами о том, что доктрина сотворения — это не доктрина, которая вызывает слишком много вопросов, наоборот, это доктрина, которая дает слишком много... вернее, дает все необходимые ответы. Поэтому это то, чем мы хотим с вами сейчас заняться. Давайте посмотрим на несколько отрывков из бытия по откровению, которые связаны с сотворением. И в этих отрывках мы с вами увидим, как Бог действует в сотворении, восстанавливает все, возвращает все к тому состоянию, которое Он хочет видеть. Это отвечает на все вопросы, которые у нас возникают об этом мире. Но Бог не просто делает это хаотически, Он делает это согласно своей логике, которую Он заложил в доктрину о сотворении. Доктрина сотворения говорит, что это мир Моего Отца. Все принадлежит Ему, значит, что Он все в конце концов сделает по Своему замыслу. Мы видим это в бытие первой главе. В первой половине Бог создает все, свет и тьму, небеса, воду, землю, наполняет животными, наполняет человеком. Бог контролирует каждое место, все, что наполняет эти места. Все везде это действительно мир нашего Отца. Кроме этого, Бог говорит, что это творение хорошо весьма. И Он отделяет его для Себя в седьмой день. Он делает его святым для Себя. Это мир нашего Отца, и все в нем для Его славы. Мы знаем, что есть грехопадение. Но у Бога всегда был план. В третьей главе Бытия мы видим, что Его Сын, Мессия, раздавит, поразит сатану в голову, этого змея. И что мы видим? Это мир нашего Отца. Все для Его славы. Поэтому Он все исправит в конце. Поэтому это сотворение, эта логика сотворения, она повторяется и объясняется в потопе. Почему в потопе? Потоп касается Божьего уничтожения и гнева. Его суда, конечно. Но Он содержит в Себе также элемент восстановления. Элемент восстановления, который связан с сотворением. Обратите внимание, в восьмой главе Бытия первом стихе сказано, что воды поднялись над горами, и все, что есть, это небо и море. Сказано, что ветер дул над водой. То же самое слово в еврейском это слово «дух», и это аллюзия на Бытие первую главу. Поэтому в Бытие 8.14 сказано, что земля высохла. Также мы видим, Он говорит, плодитесь и размножайтесь. то же самое, что мы видим в первой главе Бытия. Вновь и вновь мы видим, как потоп связан с сотворением. Почему? потоп — это суд. Да, потоп — это Божий гнев. Да, конечно. Но в то же самое время Бог обновляет землю для своего плана искупления, который выражен в Завете с Ноем. Даже слово «Ноя» в Завет, слово «Ной» означает «покой». О каком покое идет речь? О эдемском покое. Первый раз, когда слово «Ной» используется в Библии, это Бытие 2.15. В Бытие 2.15 Он говорит о эдемском покое для человека. И Бог позиционирует сотворение так, чтобы установить эдемский покой. Это мир нашего Отца, все в нем для Его славы, и поэтому Он все исправит в конце. И поэтому это то, что хочет делать Бог, это логика сотворения. Мы видим с вами в книге «Исход». Бог делает это, провозглашает это народом в 10 казнях. 10 казней египетских показывают управление Богом сотворением, но даже сама структура связана с Бытие 1. В 10 казнях мы видим три по три казни — вода, земля и небо. Это категории, которые мы встречаем в первой главе Бытия. Сотворение и казни связаны друг с другом. Почему? Потому что Бог говорит Египту, что... ну и фараону, «Это мой мир, мне все принадлежит, и я сделаю так, что все будет правильно». По этой причине Бог поручает построить скинию. Скиния связана с сотворением. Видимая структура скинии похожа на Эдемский сад. Вот почему там деревья. Но даже сама организация того, как построить скинию, связана с сотворением. то, как Моисей или Бог дает инструкции в отношении того, как построить скинию, Бог говорит Моисею семь раз, семь раз, и в седьмой раз Он говорит о субботе. Это напоминает нам что-нибудь? Бытие, первая глава. Первая неделя, семь дней, в седьмой день речь идет о субботе. Поэтому все устройство скинии должно напоминать нам о сотворении. Почему? Потому что Бог объявляет Своему народу, вы отделены от Бога, но будет день, когда поклонение, то, как оно должно было происходить в Эдемском саду, как оно должно было происходить с самого начала, будет восстановлено. И это то, чему мы учимся. Да, это мир нашего Отца. Он сделает все правильным, но что все? Не все в общем, не просто какую-то планету, не просто какие-то глобальные идеи, но каждую деталь, даже поклонение будет восстановленным, потому что это мир нашего Отца, все в нем для Его славы. И Он сделает все правильным в конце. Это не только касается скинии, это касается десяти заповедей. Десять заповедей связаны с сотворением, первые две заповеди подразумевают сотворение. Четвертая заповедь о субботе применяет субботу. И не пожелай, это то, что мы находим с вами в третьей главе, когда было приятно для глаз женщины этот плод или это дерево. Поэтому это показывает, что люди, несмотря на то, что они живут в этом испорченном мире, они должны жить согласно его нравственных стандартов, которые основаны на его атрибутах, которые основаны и связаны с первоначальным сотворением. Поэтому Израиль должен учить этому себя и народов, что все это является частью логики сотворения. Иногда мы думаем, как в этом страшном мире Бог может все исправить. Бог не только установил святой стандарт, но сможет ли Он его воплотить в жизнь. И Он говорит нам здесь, что да, так и будет. И это благословение для верующего, суд над неверующими. Почему? Это мир нашего Отца, все в нем для Его славы, поэтому Он все исправит в конце. Логика сотворения переходит от книги Исход до книги Левит, книга о Божьей святости. Говоря о Божьей святости, Он говорит Израилю, когда Его святость исполнится, когда они станут святым народом. В Левит 26, 12 сказано, Он будет ходить среди них. Левит 26, 12, они будут Его народом, и Он будет их Богом. Вот это фразеология очень интересная в иврите. Она связана с тем, как Бог в Эдемском саду ходил посреди Адама и Евы. Почему Бог говорит это? Потому что, да, вы не святой народ, но будет день. Будет день, когда Я сделаю вас святыми, когда Я сделаю это, Я восстановлю даже мои взаимоотношения с вами, так как это всегда должно было быть, как это должно было быть в саду. Я сделаю это правильно. Это часть Его логики сотворения. Поэтому иногда мы думаем, что мы так далеки от Бога, у нас так много испытаний. Когда уже Бог это сделает? Как Он разберется с этим? Что мы им говорим? Мы говорим, это мир нашего Отца, все в нем предодлежит Ему, и Он все исправит. Логика сотворения переходит от книги Левит до исторических книг, ну, от пяти книжек до исторических книг. Третья царств, четвертая глава, это такой трейлер тысячелетнего царства Иисуса Христа, и там сказано, что ест Соломон. Интересно, что только в одном еще месте в Библии, где используется этот список, в Таразаконе 14 глава говорит, вот чистое, чистое, что вы можете есть, когда вы идете в землю, но что Бог говорит? Он говорит, вы можете свободно есть. помните, в бытие сказано, можете есть от любого дерева в саду. Поэтому это связано с второй главой бытия, с сотворением. И поэтому в дни Соломона Бог не просто исполняет Свои обещания Израилю, Он идет согласно логике сотворения еды, то, как это должно было быть в Эдеме. Иногда люди задают апологатический вопрос. А как насчет голода? Как насчет голода в этом мире? Это так ужасно. Люди погибают, умирают без еды. Что ваш Бог может сказать на этот счет? И что мы скажем? У нашего Бога есть план. У Него есть логика. Это мир нашего Отца. Все в нем принадлежит Ему, поэтому Он все исправит в конце. Логика сотворения продолжается от исторических книг до пророческих книг Исаии. Исаия, 11 глава, сказано, что Агнец будет лежать со львом. Это Эдемский сад. Это возвращение к сотворению. Божье сотворение распространяется даже на животных. Знаете, что такое ассоциация в поддержку животных? Они пытаются защищать права животных. У них есть очень странные решения, правильно? Они не работают, они просто странные. Почему? Потому что есть только один, у кого есть решение этой проблемы. Есть только один, кто может разрешить этот вопрос. это тот, кто имеет план, это наш Бог. Почему? Потому что это мир нашего Отца, все в нем принадлежит Ему, поэтому Он исправит все в конце. Это не только касается пророков, но также поэтической литературы. 50-й псалом, «Сотвори во мне новое сердце», сотворение связано с бытие. Почему Давид молится так? Он знает, что для того, чтобы иметь правильное сердце, сердце, которое угодно Богу, сердце, которое Бог хотел видеть в начале, это чудо, чудо, подобное сотворению. Вот, что должен сделать Бог. И что Давид знает? Это часть Божьей логики сотворения. Он сделает это. Бог не просто физически все исправит, Он исправит не только все внешне, но даже изнутри. Сердце Его избрано. Вот насколько логика сотворения, как она, насколько далеко и глубоко заходит. Почему? Потому что это мир нашего Отца, все в нем принадлежит Ему, как материальное, так и нематериальное. Все это служит для Его славы, и поэтому Он все исправит в конце. Еще один отрывок из Ветхого Завета, Даниила 7, Даниил 7 говорит о видении, открываются небеса, Он видит море, там выходят животные из этого моря, и Сын Человеческий правит над этими животными. И когда мы видим эту прогрессию, мы видим эту же самую прогрессию в первой главе Бытия. Даниила 7, 7 глава связана с Бытие 1. Почему? Потому что Даниил показывает нам, что конец будет подобен началу. Конец будет подобен началу, и это сущность логики сотворения. Это сущность того, почему Бог создал этот мир. Но Даниил видит с абсолютной ясностью, что будет подобный Сыну Человеческому, который будет царствовать над всем. Это мир нашего Отца, все, что в нем для Его славы, и Он исправит все в конце. И Он сделает это посредством Своего Сына, посредством только Своего Сына и для славы Своего Сына. Вот, где Ветхий Завет переходит к Новому Завету. В Новом Завете Иисус называет Себя Сыном Человеческим. Он последний Адам. Он тот, о ком было сказано в Ветхом Завете. Он творит чудеса, показывает свой суверенитет над творением. Евангелие от Иоанна Иоанна 1.1. Вначале было Слово. Конец Евангелия от Иоанна. Иисуса перепутали с садовником. Кто был первым садовником? Адам. Иисус это последний садовник. У Бога есть логика сотворения, но благодаря чему эта логика найдет свое воплощение? Евангелия. Евангелия ясно говорят о том, что это смерть и воскресение нашего Господа Иисуса Христа. Смерть и воскресение нашего Господа Иисуса Христа. И тот факт, что Он умер на кресте за наши грехи, был погребен, воскрес на третий день. Первый день недели. Почему первый день недели? Потому что это первый день новой недели, новой недели сотворения, это обещание о новом творении. Поэтому в Евангелиях четко и ясно сказано, что у Бога есть логика сотворения, она широкая, но кульминацией всего является Евангелие. Поэтому нельзя иметь ничего из того, что я говорил, ничего без Евангелия. Поэтому мы должны проповедовать Евангелие. Не делать этого было бы глупо, потому что это противоречит Божьей логике сотворения. Это ключевой вопрос греха и спасения. Это центральный момент, поэтому Евангелие нужно проповедовать. Из всего в Божьей логике сотворения, что включает в себя все, потому что это логика сотворения, Бог делает Евангелие центральным. Что это показывает нам? Нет ничего более центрального, чем Евангелие. Нет ничего более важного, чем Евангелие. Поэтому мы никогда не должны извиняться за то, что мы проповедуем Евангелие, потому что Евангелие играет центральное место в логике Божьего сотворения. Почему? Это мир нашего Отца, все в нем принадлежит Ему, и Он все исправит в конце. И ключом ко всему является Евангелие, поэтому его нужно провозглашать. Вот что говорит нам логика сотворения. Евангелие говорят о логике сотворения. Мы переходим к Деяниям апостолов, вторая глава Деяния апостолов. Мы видим там рождение церкви, и это также связано с сотворением. Вторая глава книги Деяния упоминает ветер. И этот ветер — очень уникальное слово в греческом языке, которое в Септуагинте переводит фразу «вдохнул дыхание жизни в Адама». Поэтому, как Бог создал в Адаме первое человечество, в Иисусе Христе через церковь Бог создает дыхание жизни для нового человечества. Поэтому, когда вы это понимаете, когда вы понимаете связь с Бытие, вы начинаете понимать что-то еще. Почему церковь говорит на языках? Потому что это связано с еще одним событием в книге Бытие — это Вавилонская башня. У Вавилонской башни Бог заставил людей говорить на языках для того, чтобы осудить их. Во второй главе Деяния Бог заставляет людей говорить на языках, чтобы объединить их вокруг Евангелия. Поэтому церковь — это отменение Вавилонского проклятия. Это новое человечество, это все часть Божьей логики сотворения. Люди сегодня переживают, что среди нас так много разделений, разделений в обществе, разделений в мире, говорят разные политические решения, даже организация объединенных наций была создана, чтобы решить это. Но Бог показывает нам, что Он единственный, кто может это решить, и Он это все сделал и продемонстрировал в церкви. Конечно же, церковь не должна достигать этого в мире. Наша задача — проповедовать Евангелие. Мы первые плоды. Правильно. Это все началось в День Пятидесятницы. День Пятидесятницы — это праздник первых плодов, начатков. Поэтому мы указываем на того, кто, в конце концов, это все установит, наш Господь Иисус Христос. Мы видим это в Евангелии. Но что Господь показывает? Он исправит все. То, что ни один человек не может исправить, Он исправит. Почему? Потому что это мир нашего Отца, и все в нем принадлежит Ему. И поэтому Он исправит все в конце. И вся история искупления двигается к определенному концу. Вот почему Павел называет это новым творением. Вот почему в Римлянам, восьмой главе, все творение стенает, воздыхает, ожидает искупления сынов человеческих. И в Откровении Бог приводит все к этому посредством Своего Суда. Все приходит к кульминации. В конце двадцатой главы Второзакония, после тысячелетнего Царства Иисуса Христа, в Эдемских условиях, Бог освобождает Сатану. Зачем? Зачем Он делает это? Сатана идет для того, чтобы обмануть народы, как? Что? Ева была обманута. Вопрос. Произойдет ли грехопадение снова? Грехопадение со всеми своими ужасными последствиями. Произойдет ли оно снова? Решил ли Бог проблему зла? Исправил ли Он все настолько, чтобы теперь ничто никогда не может быть нарушенным, как в грехопадении? Сделано ли это? Что Откровение говорит нам? Да. Да. Почему? С небес не сходит огонь, все останавливает, грехопадение уже не будет. Почему? Потому что у нас не первый Адам, а последний Адам. Бог и человек, Господь Иисус Христос, сидит на троне, и поэтому грехопадение никогда не произойдет. И таким образом Бог исправил все, и вся проблема зла была устранена. И в этот момент в будущем, в этот момент в будущем, мы будем знать с ясностью, что это мир нашего Отца, все в нем для Его славы, и поэтому Он исправил все. Все тексты, о которых мы с вами говорили, тесно связаны с сотворением. И что мы увидели? Божья логика сотворения заключается в том, что сделать то, что Он обещал. В Ефесянном первой главе Он говорит, чтобы все подчинить Господству Христа. Поэтому у людей столько проблем, проблем окружающей среды, взаимоотношений, проблемы с животными, единства, голода. Люди думают, что это очень большие проблемы, думают, что у христиан нет ответа на эти проблемы. Но у нас есть ответ на эти проблемы. Мы единственные, кто имеет ответ на все эти вопросы. Почему? С чем это все связано? С нашей доктриной сотворения. Потому что это мир нашего Отца, все в нем для Его славы, и поэтому Он исправит все в конце. Сотворение не поднимает вопросы, а отвечает на вопросы. Сотворение показывает владычество и славу нашего Господа в этом мире, во всем от начала и до конца. Вот почему эта доктрина настолько важна. Вот почему она прекрасна. Вот почему она важна. И поэтому, какой наш вывод? Мы изучаем отрывки, не просто пока мы поймем, не просто пока мы будем защищать. Но мы изучаем до тех пор, пока мы не начнем их любить, ценить, пока это не станет драгоценным для нас. Мы не просто ходим и говорим, ну да, это сложный вопрос, нам придется как-то с ним обойтись. Нет. Мы должны изучать до тех пор, пока мы не поймем, почему Бог это открыл. Но мы будем изучать, пока мы не начнем поклоняться. И поэтому сущность этой доктрины ясная. Мы можем ее понять. Мы увидели, что стоит на кону. И мы увидели значимость этой доктрины. Когда мы изучаем ее, это доктрина, которая показывает эксклюзивность божественного суверенитета и величие во всем, от начала и до конца. И каждый вопрос получает свой ответ. И эта доктрина не только ясная и важная, но она также прекрасная. Она глубокая, она сильная. И поэтому мы увидели, что даже трудные доктрины могут быть прекрасными, когда мы смотрим на них так, как Бог хочет, чтобы мы на них смотрели, когда мы изучаем Милослово. Поэтому пусть Бог поможет нам не переставать учиться до тех пор, пока всякая истина, всякого отрывка будет не просто понятной для нас, не будет такой, который мы можем защитить, но будет тем, что мы любим. Поэтому давайте изучать Писание, пока оно не станет драгоценным для нас, потому что оно таковым и является. Помолимся? Господь и Отец, Творец наш, Слово Твое создало этот мир, Ты создал все Твоим Словом, все прекрасно, все чудесно. И записанное Слово Твое богодухновенное и непогрешимое, поэтому, Господи, дай нам верно преподавать истину, дай нам видеть славу Твою в каждом стихе, дай нам верить в то, что Ты Творец, Который все исправит, дай нам прославить Тебя, молимся во имя Твое. Аминь. Вы когда-нибудь пили из пожарного гидранта? Это поразительно. Большинство людей, когда слушают лекцию в семинарии, они слушают подкаст, знаете, ускоряют на два раза, они обычно, когда Абнера слушают, замедляют. Это было удивительно. Он один из самых популярных преподавателей в мастерской колледже, они хотят учиться у него. Он помогает молодым людям думать правильно, понимать Библию и иметь энтузиазм в служении Богу, как никто другой. Он... Я рад, что Он с нами сегодня. Слава Богу! Аплодисменты.